Музыка Чтобы ребята могли подготовиться не только физически, но и морально к предстоящим соревнованиям, перед стартом их ждала небольшая разминка. Около 200 мальчишек и девчонок из 16 образовательных учреждений округа стали участниками ежегодной спартакиады школьников. Желающих много, но есть специальный отбор, на котором проводятся дети и готовится команда от школ. Школа уже направляет детей к своей команде. А дальше, если они выиграют, они идут дальше. Веселые старты проходили для учеников пятых классов. Команда каждой школы состояла из 12 человек. Попасть на спортивные состязания было непростой задачей. Отбирались лучшие из лучших. Проводились ежедневные тренировки, отрабатывали эстафеты и выбирали лучших детей для участия в соревнованиях. В составе сборной пятой школы в основном ребята, занимающиеся в спортивных секциях. Алексей Аносов берет уроки каратэ и плавания. Готовились мы на физкультуре, на переменах. Мы подготавливались все по-разному. Кто-то с мячом ходил, кто-то с клюшкой, но кто-то бегал, тренировался. Несколько эстафет и испытания с элементами таких дисциплин, как баскетбол, футбол и флорбол. На скорость, ловкость и выносливость. Все участники старались показать свои лучшие физические качества. Люблю спорт, занимаюсь футболом и хотел поучаствовать. У нас большая команда. Мы думаем, что мы выиграем всех. Подготовка была, конечно, сложная, была очень сложная, но мы все-таки команда и я надеюсь, что мы все победим. Я считаю, что наша команда выиграет, потому что у нас самые дружные классы и мы сможем это сделать. Уверенность в своих силах и настрой только на победу сделали свое дело и команда седьмой школы заняла первое место по итогам веселых стартов. Серебро досталось пятиклассникам из Молокова, а бронзу увезли в далекую Володарку. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.